Музыка На этой неделе состоялся очередной визит сопредседателя Минской группы ОБСЕ в регион. Проведены встречи в Ереване и в Баку, в ходе которых обсуждены текущее состояние и перспективы процесса мирного регулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Пожалуй, ключевой задачей международных посредников на данный момент является реанимация полноценного процесса переговоров. На фоне относительного затишья на линии соприкосновения войск им необходимо убедить армянскую сторону в том, что тактика прежних властей Армении, упорно избегавших предметных переговоров, давно себя изжила. Хочется надеяться, что сопредседатель принимает во внимание всю хрупкость нынешней ситуации в зоне конфликта и следует ожидать от них демонстрации более принципиальной позиции для предотвращения эскалации. Многие наблюдатели с сожалению отмечают, что в деятельности минской группы остро не хватает элемента превентивности. Вся работа посредников построена на принципе постфактум, в чем мы уже неоднократно имели возможность убедиться. Также в работе посредников ощутимо недостаточной инициативности. Крайне непродуктивно все время ссылаться на стороны конфликта. Существует прочная международно-правовая база для решения Нагорно-Карабахского конфликта, исходя из которой посредники должны представить конкретную схему урегулирования. По сути, Нагорно-Карабахский конфликт – это конфликт между Арменией и международным правом. Казалось бы, исход этого противостояния должен быть очевиден, однако факт остается фактом. 20% территории Азербайджана до сих пор находятся под оккупацией. В этих условиях поиски некой золотой середины представляются совершенно бессмысленными, поскольку ее здесь попросту нет и быть не может. Вместо этого сопредседателям Минской группы следует приложить все усилия для возвращения Армении в русло диалога по существу. Позиция Азербайджана относительно смысловой наполненности переговорного процесса на любом уровне остается неизменной. Баку настаивают на том, чтобы переговоры проходили в субстантивном русле и были направлены на достижение конкретных шагов по урегулированию. Благо, фарватер решения проблемы уже определен и общеизвестен. Прежде всего, Армения должна приступить к полному выводу своих войск с оккупированных территорий Азербайджана. Степень готовности либо неготовности армянской стороны к выполнению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН не зависит от Азербайджана. Поэтому выжидательная позиция Баку на данном этапе вполне естественна. Чего не скажешь о международном сообществе, несущем непосредственную ответственность на многолетнюю безуспешность переговорного процесса. Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, признающие неприемлемость и взрывоопасность существующего статус-кво, должны наконец перейти от слов к делу и подвергнуть Армению серьезному прессингу. Перманентное состояние безнаказанности, в которое уже четверть века пребывает Армения, породило у этой страны опасную иллюзию комфорта. Для достижения ощутимых подвижек в решении конфликта Армения должна быть выбита из этой зоны комфорта. Азербайджан способен произвести эту операцию силовым путем, однако, оставаясь приверженным мирному регулированию, стремится к решению проблемы в политическом ключе. В Баку неоднократно заявляли о готовности предоставить Нагорному Карабаху самый высокий статус автономии в составе Азербайджанской республики. Разумеется, при условии освобождения всех оккупированных Армении и азербайджанских территорий, возвращения на них азербайджанского населения и реализации последующих договоренностей. То есть претензий к позиции Азербайджана по части конструктивности у международного сообщества быть не может. Претензии должны быть к Армении, где, похоже, не спешат осознавать тщетность своего упорства. Накануне визита соприседателя Минской группы, исполняющей обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Нагорно-Карабахский конфликт не близок к разрешению. К такой констатации Пашинян пришел на основе набившего осковину мифа. По его мнению, урегулирования не удастся достичь без участия в этом процессе таинственного народа Нагорного Карабаха и его не менее загадочных властей. Про несуразность такой постановки вопроса говорить не буду. Об этом уже было сказано неоднократно. Важно другое. Эту неконструктивную риторику Еревана должны принять во внимание сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Не менее серьезную пищу для размышлений посредников должны представлять и другие слова Никола Пашиняна, сказанные в преддверии визита сопредседателей. Так, по его мнению, совершенно не важно, что обсуждается за столом переговоров. Сегодня очень многое зависит от адекватной международной оценки деструктивных действий Армении. На фоне разгула сепаратизма, метастаза которой уже начали расползаться даже по странам Евросоюза, международное сообщество должно выработать эффективный механизм борьбы с этой глобальной угрозой. Объективный и принципиальный подход к урегулированию армяно-азербайджанского конфликта может стать знаковым геополитическим трендом в вопросах обеспечения как региональной, так и глобальной безопасности. На этом точка.